Итак, Рэмс, я сразу скажу, что мое мнение будет не очень длинным, поскольку хочу избежать многочисленных спойлеров. Поэтому все остальные более развернутые мнения смотрите на других популярных ютуб-каналах, поскольку в некоторых из них я с ними очень солидарен. Мое мнение примерно такое же, как и в тех самых обзорах, но тем не менее, решил составить и свое тоже. Всем привет! Костелло здесь и паучки все на месте. Да, я посмотрел на утреннем сеансе в 10-15 по Уралу в среду, то бишь 15 декабря. Нового Человека-паука нет пути домой и я доволен. Никогда не думал, что скажу это, но трилогия Паучка с Томом Холландом смог переплюнуть трилогию Рэйми. Хотя и эту трилогию я чту как отчинаш. Спойлерить тут особого смысла нет, потому что все эти трейлеры, которые были, показали нам все, что было в фильме. Синистер Сикс, правда теперь Синистер Файв. Зеленый Гоблин Уильям Дефо с той же русской озвучкой. Альфред Малина, он же Док Окс, с другой озвучкой, напоминающей озвучку второй части. Джейми Фокс Электро, но теперь уже и правда Джейми Фокс, а не синюшное нечто. Ящер Осборн и Песочный Человек Флинт, которого играет тот же актер, что и у Рэйми. И удивительно, как он не постарел. Не дипфейкли. Электро вообще стал каким-то наркоманом, который и секунды не может без электричества думать. А Флинт вновь стал злым из-за ворвания из контекста. И по-другому это не назвать. Несмотря на это, сам фильм вышел отличным. Как и сама трилогия. Нет сомнений в том, что Том Холланд на все последующие десятилетия станет эталоном среди лучших пауков Марвел. Как я уже говорил, все паучки на месте. Появились не внезапно и не без помощи Неда и Мэри Джейн. Рад ли я был как слом? Еще как. Как правда смутил Тоби, который появился не в костюме и не внезапно. Удивила его реакция на параллельных себя. Будто ему не первый раз видеть себе подобных. От нас он явно что-то скрывает. Зато голос озвучки на месте, как и в старой доброй. В отличие от Джей Джона, который говорит здесь с другим голосом. А еще он полулысый. Был ли фансервис? На мой взгляд был, но не особо. В отличие от Через Вселенные. А ссылки хоть и были, но не так много. Опять же на мой взгляд. Если он и правда был очень тотальным, этот самый фансервис, то пишите в комментариях. Концовка фильма это самое что ни на есть большая ответственность. Выбор был тяжелым. Но только так паучок мог спасти все и вся и начать новую историю. Сначала. По поводу тети Мэй. Если вы были ее горячим фанатом, готовьте литр слез. Ибо есть за что. И ведь нам, ей, надо восстановиться духом. А еще он не стал хоп-гоблином, хоть и намеки были. А еще был сови голова. Сцены после титров. Одна меня, честно говоря, разочаровала. Том Харди, он же Эдди Бок, беседует с мексиканцем-барменом про мстюнов. Вроде как срется с ним и с Венома параллельно бармену Найта Фиолетова. И он исчезает в свою вселенную. Как бы дав нам понять, что не будет кроссовера Харди с холодом. Даже в исчезновении бармену Фиолетова. Зато Эдди оставил нам надежду на нового Венома в виде маленькой черной живой слизи. Давайте буду честен. На мой взгляд, это самая тупейшая сцена после титров. Просто показать Венома, который сводится с барменом и исчезает. Гениально просто, Марвел. Хоть спасибо за намек на нового Венома, но я повторюсь, что сцена не стоит никаких ваших ожиданий. В отличие от второй сцены после титров. Это тизер второй части Доктора Стрэнджа, мультивселенная безумие. Которая связывает с сюжеткой Ванда Вижн, которую тоже лицезрел, как и Зимнего Солдата, и Локи. Соколенного глаза еще не смотрел, но уже в курсе про Белову. Бесит. Злодея нам показали в первой части Стрэнджа, так что сомнений никаких нет, кто будет. Подозреваю еще появление Шумагорат, ибо вроде бы в тизере он был. А также мультивселенная безумие уже была в что если четвертая серия. Но это отдельная история, которая явно не связана с этой частью. На сегодня все. И удачи в кино. Чао-какао. Продолжение следует.